Поставили диагноз «туголухость». Было сложно. Если он не так сказал, все начинают смеяться. Это исправило именно какую-то часть дефекта. Парень, модельер, они же не поймутся. У меня исполнилась мечта. Меня зовут Максим Верупаев. Сейчас я расскажу свою историю. Проект «Хабарос. Сильные люди». Я никого не слышу. Я сплю очень крепко. И я очень отдыхаю. По-настоящему отдыхаю. Многие спрашивают, как ты там просыпаешься? Это просто вибрация. Какие-то ставишь телефон на будильник на вибрации. Я просто удивляюсь, что нормальные люди, которые не могут от обычного будильника проснуться. Поставили диагноз «туголухость». Я делал все, как мне надо. Может быть, от того, что я никогда не слышал, мне все позволяли делать. И это как-то, когда я делал уже аппараты, понимаю, что я слышу, я все равно тебе, как говорится, позволял тебе очень много чего. Я хочу так сказать, что это единственный Куршки колледж в Хабаровском крае. Она назначает собеседование. Я прихожу с папой. Мы вам хотим посоветовать на модельера. Надо как-то реально рассуждать, да? Ну, парень, модельер. Мы же не поймем лучше. Наш учебный процесс, он, в принципе, адаптирован. Мы готовы принимать особых студентов. Единственное, пришлось развивать речевую способность. Способность говорить. Говорить правильно, терминологически правильно. Потому что одно дело – это знание русского языка и говорить по-русски, а другое – это специальные термины. Произнести звук, который ты не слышишь. Мне кажется, это вообще нереально. Нам, людям обычным, которые привыкли слышать шум, звуки различные. Нам этого не понять. Я учился в обычной школе с обычными детьми. Первые годы было сложно. Говорил я всегда, как говорится, с погрешностью. Ну, как это всегда у нас и происходит, в мире, грубо говоря, что, если он не так сказал, все начинают смеяться. Ну, как? Как можно человек чувствовать себя? Ну, было сложно. Потом уже было, ну, как... Мне просто кажется, это детская. Ну, просто детский морал. С той класса я начал читать. Вот. Я не говорю, что там прям много-много читал, но я взялся за это, я потихоньку читал. Я думаю, что это исправило именно какую-то часть дефекта моего речевого. Я всегда сидел на первых партах, потому что мне нужно... важно было услышать преподавателей. Они всегда поворачивали ко мне лицом. А теперь я сам предаватель и поворачиваюсь лицом к студенту. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня у нас тема на модной тенденции 2023-2024-го. То, что я вечно же смотрю именно в лицо, в губы, и я запоминаю именно все эмоции. Интересно поизучать, вот просто вот каждый человек как выражается, да, как он щурится, как он неуверенный, как у него начинают там нижние зубы дрожать, там, ну, это все очень интересно наблюдать. Это все возвращается. Адем! Комарова, встречи! Чтобы почувствовать и больше, как говорится, раскрыть для себя вот эту профессию, мне помогли многие конкурсы. Основным конкурсом раскрылся именно облимпиус. Кроме того, у меня исполнилась мечта. Я всегда мечтал услышать звезд. Поп-артистов. Полину Гагарину, Сергею Лазареву, и даже Максим. Я после чемпионата приехал, я такой вдохновленный был. Я просто решил, говорю, работать, работать надо, надо что-то делать, надо. Потому что я понимаю, что я хочу, я хочу работать, чтобы потом их одевать. Вот. Мои красотки. Вот. Отрисовал около 200 эскизов. Потом мы отобрали всего лишь 7 эскизов. И после этого уже началось все это реализовываться. Я эту форму только нашел примерно с 7-го макета или с 6-го. Это получается 6 раз я шил одно и то же в изделии. Сейчас зашнуруем. Над свиданием в своей коллекции я вдохновился Ани Ворак одним концертом очень большим для нее. И он стал для моей души тоже таким прям глубоким мыслом. И меня прям порвало на части. И я начал создавать, как говорится. Я живу музыкой. Да. Я очень сильно когда-то даже мечтал петь. Очень много музыка на меня влияет настроение и плюс настроение в плане творческого. Если мне нужно там создать что-то мне нужно включить музыку. Например Полина Гагарина или Ани Ворак грубо говоря вдохновиться, питаться и все выложить на карте, как говорится. Это удивляет. У тебя нарушение слуха и ты очень любишь музыку. Я думал об этом когда-то, да? Что может быть именно это именно у меня речь подняла. Именно музыка. Потому что я тоже любил как-то там пенариваться перед зеркалом и что-то петь там, да? Ну как-то и что-то все равно проговаривать приходилось. Я думал что то, что у меня коллекция очень маленькая и что ее не оценят ну просто я хотел просто показать ее. В этом году у меня была возможность попасть на конкурс молодых дизайнеров трансформация который организует Хабаровский технологический колледж и как правило вот именно на таких мероприятиях юные художники выставляют свои лучшие работы показывают свои самые яркие идеи. Конкурсная работа Максима зацепила меня сразу. Я для себя взяла ее на заметку. Его женские образы такие чуть-чуть дерзкие яркие современные но безусловно женственные были близки к духу нашего бренда. Вау Пауаи мне написала это сестра у меня 4 года назад одевалась у них с выпускной платья. Они мне написали о том что мы хотим чтобы вы к нам пришли на стажировку и очень хотим с вами поработать. Для нас это тоже был своего рода такой первый эксперимент я пригласила его в экспериментальный цех в отдел разработки в качестве стажера ему хватило буквально немного времени для того чтобы влиться в творческий процесс и принять непосредственно активное участие. Платье пинг очень сложная драпировка была чтобы она была необычной нужно было сделать у Павали есть стиль все должно быть хаотично и авторски не должно быть как у всех я думаю что в союзе с ним мы свершим очень много грандиозных проектов я в этом уверена вот сейчас я могу сказать об этом с уверенностью нужно раскроить жакет подбор ткани костюмка черный вот но есть особенность что нужно об этом я узнала только на собеседовании кроме того что объявить о том что у Макса есть ограничения по слуху поэтому если вы хотите чтобы в ответ на здравствуйте вы получили здравствуйте говорите громче все сказали ок все остальное ну у творческих людей слава богу глаза есть ум есть творчество есть слух данные в случае это не основное это производственный цех здесь отшивает портными за своими золотыми руками изделия когда начинается создание какой-то коллекции это конечно же все идет поиск ты сидишь рисуешь коллекцию ты не понимаешь что вообще происходит ты рисуешь 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 и потом уже понимаешь что когда ты нарисовала там эскизы ты понимаешь о том что у тебя начинает какое-то настроение идти в этих эскизах мы такие интересные человеки нас мы это можем миллион раз сделать и только потом мы можем понять что это после мы начинаем уже разрабатывать конструкцию чтобы это вот из эскиза реализовать вживую чтобы это надеть на человеке чтобы это было практично и удобно бывает что не всегда удобно это просто может быть красиво но иногда можно за красоту столько отдать самое приятное это когда коллекция готова и ты смотришь на ее и у тебя внутри такое какое-то тепло появляется и когда вот есть такой момент когда музыку слушаешь и у тебя бывает такой момент тебе тепло на душе и это все понятно это тоже это такая некая какая-то музыка только это визуальная музыка вот через одежду мы готовим коллекцию к отправке в Турцию на фотосессию ты думаешь кому в этой профессии органические мужчинам это очень сложный вопрос потому что кто как говорит если вы хотите что-то неординарное увидеть это к мужчинам уже через полтора недели я уезжаю в Москву вот на очень важную для меня стажировку звездное предел я хочу как-то набрать еще уверенности и быть как говорится еще круче для себя ну прыгнуть еще выше своей головы так ну что готовься моя птичка после я хочу вернуться в Хабаровск я мечтаю открыть свое швейное производство и это будет для масс-маркета и премиум качества базовые вещи и уже какие-то эксклюзивные вещи которые можно будет комбинировать с базовыми и я хочу сделать это более доступно постараться конечно сделать доступнее для нашего населения вот и то что